Электросамокатов в городе становится все больше с каждым днем. Изначально они концентрировались в центре, теперь их зона действия от Агершельда до Второй речки. Но и замечания по реализации этого проекта, в том числе жалобы поступают и от жителей города. Я считаю, что для электросамокатов должны быть выделенные дорожки, потому что это небезопасно для самих пешеходов. По тротуарам ходят пожилые люди, семьи с детьми. Неожиданное появление самокатов, я думаю, что это опасно для самих пешеходов. В прошлом году меня сбили, я сломала руку, это были дети, еще не такие массивные самокаты, вы понимаете. Поэтому это очень опасно для пешеходов. Есть разного возраста и разного физического состояния люди, которые не успеют отойти. И я не уверена в тех, кто едет на самокате или на велосипеде по тротуару, что они сумеют тоже сориентироваться вовремя. Я бы не хотела их видеть сейчас вот здесь, потому что мы идем с ребенком по пешеходной зоне и были на глазах такие случаи, что ребенок маленький попадал под колеса самоката. Я считаю, нужно выделять определенную какую-то зону. Тогда, пожалуйста, это, естественно, в нашем городе будет приветствоваться. Ранее в городе были введены запретные для электросамокатов зоны, а также места, где скорость их движения должна быть ограничена. Так, самокаты автоматически снижают скорость в Адмиральском сквере, сквере Суханово, Покровском парке и Парке Победы, сквере Нагайдамаки и сквере Дружбы на Авангарде. Ездить запрещено по железнодорожному вокзалу у Вечного огня на корабельной набережной по территории Дальзавода в Нагорном парке и у здания правительства Приморья. Там самокат просто отключится. Слишком много заголовков в новостях, допустим, из той же самой Москвы, где много людей было сбито электросамокатами. Плюс, я думаю, стоило бы людей, которые ими пользоваться, обучить на права, потому что некоторые просто ездят, не видят пешеходов, могут сбить, могут задеть. Бегают дети. У нас все, что называется, Бог миловал, а на Западе России уже немало было смертных случаев, когда вот так вот сбивают и так далее. Самокат-то он с виду небольшой, но он очень тяжелый на самом деле. Поэтому, ну, категорически отрицательно. Как сообщают прислужбы администрации города, сейчас в Думе Владивостока находятся на рассмотрении изменения в правила благоустройства. Они включают в себя установку запрета на размещение электросамокатов с нарушением пешеходной связи на газонах возле пешеходных переходов, а также предоставляют право администрации самостоятельно регулировать деятельность компании в части размещения средств индивидуальной мобильности. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.